Я хочу зазнать, что я бы не хотела подавать однозначных отказов на питание, хотела бы, чтобы у нас было еще некое обмеркование, как все, не все, кто-нибудь поделились так сами своими думками. Ну и, получается, хочу закресление моей теоретичной рамки. В доколаду можно подоходить с разными теоретичными выкладками. Я грунтуюсь на этнолингвистичном подоходе или на теории ритуального перехода Арнольда Вангенопа. Развитую Альбертом Байбурином. А до сучасных прояв колядных святкований, подоходжу, грунтуючися на положениях конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охове нематериальной культурной спадщины. Первое такое питание, на плане, якое, может быть, по гостям цікавить, почему мы святкуем двое колядов? Тут такие невеличкие экскурсии в историю, что на наших землях. После 4-го кастричника 1582 года, отразу настало 15-го кастричника, был введен григорианский календарь. И Речь Посполитая перешла на григорианский календарь одной из первых держав, разом с Италией, Испанией и Португалией. Уже после нас Франция, там иншая краина, и заходная Европа, але григорианский календарь с устрою великой супрацью, так званой календарной бунтой. И в 1596 году была заключена Брестская церковная уния. И одной из ее умов было то, что унияты, конфессия православная, какая теперь подначаривалась и папе римскому, и стала зваться униятами, что эта конфессия корасталась григорианским календарем и надалей. Ну и вот фактично у нас утворилось и двое калядов еще на той момент. Вот. Уже с долучением до Российской империи как бы офицейно ставил григорианский календарь, принят из нуждки на наших землях, наводне выкористовывался григорианский офицейном справоводстве. Ну и потом уже отбылся в 7-м году переход на григорианский календарь в 1918-м годе. Вот. Святочный период. Вы бачите назвы взрослых регионов. Основные утворились от корня коляд, это корня на ацинске, от календарь, что значило початок месяцу, и в старожитном риме с початку так называющего кожного початок месяцу, потом уже только початок студеня. Вот. И это слово однокорневое так само со словом календарь, але на наших землях сустрыкаются и такие назвы, як святые вечары и кривые вечары. Ну, святые вечары, я думаю, что не требует вымачить, святочный период, а слово кривые, оно мае, ну, такие каннотации, так само святого, этим же часом нечистого, забороненного, небеспечного. Как бы, ну, гэта час, кали танчаями жапами с гэтым и тым святом, и с того святу гэта может пристиг, что-нибудь доброе, так что-нибудь кепское. И таким чином, гэтым и тимачатся, у вас накажучи, ну, вся символика колядов. В першую чергу, гэта календарный пероход, пероход по межсезоннаме, поворот солнца на лето, вось, именно вит, вот такие поворотные кропки календарю, и отбывается наибольшая станча, гэта межэтым и тым святом, калі люди могли і доведацца про будучу ню, і ея полным чином запрограммаваць, вось. Ну, і таке, такая цікавая назва, як межикалець, што паказывае на то, што пачэзваўся вось гэты три кульминацинныя кропкі, три куці, три каляды, як бы, ны былі, ну, такіма, апірыщаме, памежа якіме ўжо такі переэт, якім надзіляўся меншай трошку сакральністю, межикалець. Вось, а крымя таго, на таріторію Беларусі сустрыкаецца слова каляда ў одзіночным ліко, і, акрамя назвы святочнага дня, там, ну, святочнага дня, калі спажывалі наші прадкі, там, першу, другую, трецю куці, звалі их, там, саадносна перша, другая, треця каляда, вось, могла звацца уласна куця, калядная каша калядой, таксамы могла звацца рэшата сенам, горшком с куцёй, с хлебам, в этоу Капыльскім районі сустрыкаецца, така назва, таксама калядой могла звацца сена, што пацтілаець, падабрусна каляды, калядная буход, гурт каляднікаў, таксамы той, што господары даравалі калядніка, на палесію сустрыкаецца назва каляда для калядной зорки, іншых, нікаторых, абрадавых атрыбутал, таксамы калядой зваліся, хвераваніна, костёну заходній Беларусі, кі збіраў, ксёнц ўжо па сваим пріходзе, таксамы сноп, што стоял на пакуті увесь святочны періяд, гэта назва характерна для Мінщаны, набрэччыне таксама, крымя назва каляда, сустрыкаецца назва квітка, ну, ці квіток, там, скаласку, кажуть, вось, і гэта назва каляда для снопа, які стоял на пакуті ў регіоне, напам'яже центральна і сходня Беларусі, дзе был раз павсюджаны абрадзе варшэнне каляды, цягнуць каляду на дуба, гэта назва ад першопачатковага, а ліна ад такога аднаго з основных атрибуту абрадзе вах снопка, іна перешла на іншэя калядна атрибута, які таксама можут затягвацца на дуб, гэта гаршок скульцуй може быць, може быць кола, може быць салымянная лялька, може быць барана саправдная старая, може быць імітація бараны, адмаслова для абрадзе зробленная, таксама калода ці ступа, ось. Ну і для перші кучі, ішну я таксам шэрах розлых назвал, ну, аснованная такі утваральне сэнсавыя блокі, гэта, ну, парадкавы нумар, там першая каляда, першая куча, ці постная, паставая, тому шэ на гэту кучу не елі скаронных страву, гэта, ну, я шэ працягу, шэ пост, шэ перэдэдзін свята, ось, ну, католікус устрюкалася назва Вигілія, такая, больше релігійная, ну, і таксам уже утварэнні ад, слова рождество, рожаство, розные фонэтичныя варіанти, ось, ну, таму шэ на перэдэдзі рождва, і, таксама, холодная куча, самая цікавая назва, ну, на мою, там, субъектуний погляд, і на перэдукається з назва і постная, тому што, ну, коли ми будем розглядать такой бинарністі, як бы, постная, багатая каляда, то як бы, ну, холодная, і нам, ось, я галична, отповідає малюю колькості страв, як, ну, такі, сэнсовы, ну, сэнсовы поняты, як як, ну, горшу, за полный стол, як бы, садносно холодна, кепскі, і, ну, тако, тако, сэнсово, сэнсово, сэнсовичне гнездо. Вось, ну, ну, вось тут мае фотосдымки куці разных гадоў на палесі, на левым нижнім вы можце бачусь куцю сене, бады звёздкі восы, селігорскага граєну, сдымок, вось, ну, і што варто разумець пра ту саму першу куцю, што маніла вельмі шмат агульных рысав спамінальніми застольнямі, і гэта агульная рысава, гэта колька страў, она магла быць нецотнаець, і магла быць 12 страў, 12 страў сустукаець і на калядным стале, і на дзяды, вось, ну, уласна само спожывання кашы, іно характернае не толькі для калядной куці, і для дзядоу, але так само для пахавання застолью, причэму заходній Беларусі было такое, што, калі ўжы вынеслі кашу, значыць, трэба ўже потиху збирацца дадоў, як бы, вось, трошку заседзеліся, вось, і так само каша сустракайця кабрадава астрава, на сих так званых свечных застольях, свеча, гэта комплекс абрадавых атрибут, гэки складаецца со свечки, і розных очинок христианских элемент, гэк там образ, грушник на образе, ну, ўжунізущим христианский элемент, вось, ўесь гэта комплекс, ён стояў ў адной хаці цэлы год, а на наступны год пераносіўся ў іншу хату, і, звачайно, гэта адбывалася напэлная свята, гэта магла быць прэстольная свята, вёск, і просто так нікі, в чому не усталасі, што ў гэта вёсцца, мінавіта, вось, гэтага святога, ці святую, там, Багородзіцу, шынавалі, вермімоц, на імінавіта ў гэта дзень пераносіли свічу, вось, і сиротабрадавых страў, вось, принамся ў Вилятича, в Барысовскага району, называець кашу, кучу, кашу, ёшку і канун. Ну, ця ще інша бабулі бавае, кажуть, кашу, куча і ёшка. Ну, робачча, чомусь ця дрознене, паміш, кашу ё кучой, ну, такая вось вариативнаць. Ну, халавна, як бы, што, варта памятав, што, свіча, калі яна пераходзіла с хату ў хату, ну, приняць свічу, кэта було для хаты великим гонорам і великай радуцтю, а дать, ну, горам. Ні, каторые пабулі, кажуть, што, вось, як родного чоловіка проводиш на той сві, так, а в той свічу отдаеш. Вось, і калі іща ёшки були полнолюбними, вулицей великими, то могло стацца так, што, зачаст життя одного покалення, свіча ёшка ёшка могла побывать толькі раз. Вось, ну, калі там, наприклад, раз на 20 годов, калі там 20 хат на гості. Каліна Вольболі, каліх, це цела доска, володь, володь і свіча. Ну, ось, вілятицька свіча находит на територію одной вулиці і переносиці 21 листопада не святого Михайла, дощой. Вось. Ну, таку, можна запомнить, що кутяк, це, ну, такі, с паховальним артенем, страва, с паховальній символіка. Вось. І ще на конпомінальній символіки кути калядной, можна сказаць, што, ну, гэта був такі дзень, калі і протку, таксама, калі, калі на вечеру. Найбольш вядомае закліки да морозок штаток, мороз-мороз хадзі куцю єсце, але регіональна сустрыкаюцца закліки да птушак. А птушкай беларускай традиційна культура асоціяваліся з душами протку, ну, знову ж такі, на символічному взровні. Ну, хаця, наприклад, сустрыкаюцца расповяды, што, хтось ці панор, і вось сім'я яго памінає, там, на сорок дзен, наприкладці, на год, і вось дзесь ця там птушечка пралітаець, ну, да вакна падлітае, ну, і вось, ўжу родная кажуцца гадам, гэтам, гэтамось наш Вася праліцел, значыцца, да нас. Вось, і таксама, сустрыкаюцца закліки на праскі да протка, у менавіта на калядную куцю, што там дзеды, великі, а малы, там дзеці старыя, хадіць, яку, гэтамось, ну, вечерць, вось, і таксама гэтам набліжаю куцю калядную дзеду. Таксама, со стола не прайбиралі на калядную куцю, вся яжа заставалася, верюлі, што прапі прадуть повечерць, ну, я буту таксама, тако двояка, што, знагу боку, яны вечерць ўжо, калі сідзяць за все сім'ёй, наприкладленого померлыха, могли пакінуць пустой місце за столом, для померлыха, на протягу апошніх гаду, поэтам ўжо, адба не лечілася, што ўжо пашо, там, далекі вырай, вось, існавалі павері, што можна памерлыха пабачыць, галі выззти хаты, паглядзіць там, ў замочну Атуліну, вось, і іще цікаво, што, існавалі павері, што гэты дзень, восьміна віта на каляды, асаблівы на першу куцу, вся сім'я павіна бутіць збору, там, калі втошці, там, дзість і знаходзіць на аддыходних промыслах, то ўмкнувся пріехать дадому, і дачка, ў нікатурых, в локальних традыцях, калі ўна за гэты год пайшла замуж, на трёгуту восьмь, пачас папросту весенніці, то яна іще на першу куцу, на першу каліду, пріходзіла до свіх родных, ну, до батьків, не святкавалася маю мужу, ну, тому што, лечілася, што, нащість знаходзіць у пероходнім стані, вось, і леку пероход, у стан, ну, замужніх жінчин незавершенні, папулено не народец, перші діця, ну, тепер нам все папулені, пройде годзі і шлюбу, вось. Ну, другою куцу, сміхавалі на першу дні Нового року, католіки тридцьперсіх і Снежня, православні, тринадцятого студіна, што от нас ўже хутка чыкає, вибачці на екрані назвы другою куцу у розных регіонах, ну, і тут, так само, такое цікаве словотварыння, гэта, ну, багатая куця, зрозуміло, чому багатая, тому што стол павінна б утримліваць усе, што господары б хацелі для сібе на наступний год, я б ўсе відыстраў так само паряткава номер куці, так само пакасчик на то, што ўна непоснае, як би жирнае, ці шодрае, так само, шадруха, вось, ну, сустракаюцца назва Василёва куца, гэта па, паназві Дня Святога Василя, як і наставаў, ну, і середня каляда, як би то, што ўна знаходзілас паміш першим і другим і братовым застольям калядным, вось, ну, і што рот такіх, істотных калядных страу, якія сустракаюцца ў песнях, так і у Васы розного роду, да калядаў, звычайно, нкнуліся забіць кабанчака, махчаў, па, што, што, пачуткова, гэта баўдікі кабан, напрыкуад, недавно, там, старой ольса, презентаваў на калядным фесте, каля, дяковая галава, які, там, студенту оксфордскага универсітета, беларускага паходжу, не знайшоў, адзелі рэдкай паўне ёксфордскага универсітета, і выславаў второму ольсі для развучвання, вось, ну, і бацам, гэта такі шляхецкі, калядны кант, ну, тут мы ўж не можам, напоятно, сказаць, ціто там селяні елі, хатнік свинак, а шляхта дяков, ціто, ад пачатку гэта бала традицію, ўсё ж такі дяка, на калядах гатаваць, ну, аля, ўсё ж такі, алякія гістарічныя свечэння, ну, ў кэснік мы можам пачу, там, вы келбасачкі панижыціся, ці, там, вось, ўжу, калі пажыданніе калядніку гаспадару, ту, там, дай кайбасу дадому панісу, ці, там, навэт, дадобога панісу, вось, тут ўжу, роля калядніку, як пасередніку паніж гэтым, і тым светам, які перадавалі ад гаспадару, падарункі, хаму трэба, хаму забезпечить добробітній наступний год, вось, і, так само, блинки були, святочні стравы, ну, не тільки на каляды, али на каляду, там, ліку, тут ми можемо зустрічію в піснях, роткі кшталту, о, калядочки, блин, і ладочки, потом, там, разваги, портоїт, там, у якій календарний перейд, які блины, там, а мекольські блины, ковскі, там, мекольські, аніта ковскі, там, нам, келіпліка надакучилась, там, все, уже, почем, есті блины і ладкі, даваць, нам, куче, калядкі, вось, ну, і, што, варта, зауважаць, што, мне, асабліва цікава, ну, моя, аснувна, ада слєдча тема, гэта маслінка, на каляды, асустракалы, вельмі, мало, згадок, менавіта, молочна, ежа, ну, рух, по очуванню, што, все ж такі, яй пачули запасаць на петровскі, по стулетку, так і запасалі, асабліва не елі на каляды, ну, піднам, што, ващак, я ж вертала на гэту увагу, то, ну, давалі мало згадок, ось, про вакористанні маслінчній ежі, молочній ежі, розного віду на каляды, ось, ну, я, крымя застолья, ось, тако, великое, адно з аснованых абрадовых дзейню, гэта калядна обоход, ось, с большого калядна обоходы, у православных, примирковуваліся, до сьомаха студзіня, ті до тринадцятого студзіня, ті до четырнадцятого, о католіку, ті до двадцятятого снежня, ті до шостого студзіня, на трох королів, ось, і назвы, для самих абраду, для тіх, хто їх стісняли, ну, вельне разностайне, ось, і, што тут цікаво, ну, от я одячна редакція вольнага архіва, яка у нас тут присутніча, за тако даслідування, ну, я провела такі статистичний аналіз, і падлічіла, на колькі разів зустрікаець, якія форма слова калядовщик, каляднік, ось, ну, і аказаласі, што, пірважна, калядовщик зустрікаець на пам'яжі Вітівщині, псковщині, ладгарі, як бы, на напоўначі Беларусі, для апоўння Беларусі характерна форма каляднік, і одночі, в Акнедзвинськім районі, знайшовся варіант калядовнікі, але гадаву піснях, што да устах апоўду, то калядовщики зустрікаець і центральна Беларуся, ну, і, в принципі, такім з'являець, можна сказати, агульно-беларускім наменем, але беларускому слову тварынну більше повідаець слово каляднік, ось, ну, а крімя таго, розные слово с корнем шодр, шодрэ, там, шодрэкі, шадрэнцы, шадрэвцы, ось, гада, назва ўтворэна ад самога дня, які таксам азвався, ну, шодрэк, ці шадруха, ці шадрэц, ось, таксама назва кшталту Христославы, ну, гада ад Христославець, каля абы ходы істязняліся с піснями кшталту церковных, ось, форму кшталту, там, носіць зорку, хадзіць з розными там персанажамі, з медвеззям, казой, кабылай, ну, натуралёва, што все гэтае назва паказывалі на абрадава реалі, вось, ну, така цікава форма з Любэнцькага району, співаць жарку, гэтываска пластоп, там дзевчата хадзіля з пісній, ой, жарка, жарка, каліна ўлузі, вось, і такое славоутварэння ад, славоутварэння назва тих, хто абы ходзіць ад слова, які сустрікаець у пісні, іно для Беларусі, ну, даволі характерна, наприклад, слово черкаваць, це вискатонеш, Лечицького району, черкаваць назва гукать весну, і так само петь пісню очеречка пташечка, вось, це ще цікава форма, а, ну, вот, наприклад, форма ходить у козлы, так бы і водить козу, і ходить у козлы, так само Любэнцький район, вось, ну, тут ми плавно подбираємся власно, да, калядних обиходів, вось, хто ж там мог ходити, крімя козы, вось, скажіть, каліласка, ти все бачили висково іти городські калядавання з козой? Ті, хтось ти не бачил? Подивіться каліласка, руки, хто не бачил? Я не бачил. По телевізору, все бачили. А, ну, по телевізору, прийнявся, бачили? По телевізору. Ну, вот так званая, ну, умовно кажучи, классичне калядавання з козой, як би, оно часами спрямається к таке агульне дноще в Беларусі, хоча б, че за все зустріхалася, ну, піроважно на поліся, хоча не тільки, ну, вось, уже, де, як би, іде гурт, де, козу, якась, там, іскача, така віщовая, жвава, вось, п'яючая, там, пішень, коза, быть живёлы розного кшталта, как бы той же самораспрослуженный бусил мог заменяться на какую-нибудь иншую дюбатую птушку, вот, мог быть бык, тетур, ну, сейчас, может, зачитывать не буду, вот, антропоморфные персонажи, человекоподобные, могли представлять протку, это персонаж дед и баба, вот, могли представлять чужих для белорусских селянов социально-технично, это такие персонажи, ахов, лекарь, циханы, жады, у селяка городу войсковцы, паноны класса, барыня, паненка, вот, царь-король, лёмщик, ну, який так само працывал здесь, типа замежами штудённости вязковой громады, ну, вёс Цибирка у Кличёвского района есть персонаж придурок, ну, так самый неверный свой, ещё ж таки, не до конца разумны, вось, ну, великая группа была помогатых, штал тут там лиханож, зырканож, дятей, ке, стукали у вакенца, ци динькали у звоночек, вось, алле, ёс обыходы такого, божь, набиблийные сюжеты, гэта обыходы трёх королёв, ци со сценкой про цера Ирода, вось, ну, и такие обыходы библийные всё равно, случайно, супроводжали персонажи большонародного, похожий, там, штал тут чёрта, ци смерти, которые селяне себе уявляли, ци могли так само ходить анёлы, вось, ну, у меня великое пытание до таких обыходов, ци то, калятный обыход гэта беларускай универсалі, ўжу на яго наслаліліся гэта пазнэйша, гэта хрэстянскія реалі, ци то, ну, вось, гэта хрэстянская абраднасць, якая, вось, ну, просто прожилася на беларускайх зэмлях, ісу, ўснавала паралейна с традицынными обыходами, ну, и на гэта пытанне мы на жэн не можам дать адназначнага адказу, але можам падыскутаваць, вось, і таксамы вельмі істотныя персанажы, які доволі редко сустрыкаюцца, які ўвасаблялі саму свято, гэта могла баць калята, щодра, ци, яе, мучынскія, мучынская ей пастась, щадрець, вось, ну, і тут нам гурток мемора, паспываю пешнам, закой вось, ну, такі классічны калядны гурт на калесі, палятаць гаспадароў, гэта пешні зв'язки калятна, фінського района. Ходіло, блуділо, синсот малой, це шодри вечор, синсот малой, це синколя днічки, шодри вечор, приблуділіца к новому двору, шодри вечор, к новому двору, пану Ригору, шодри вечор, ой добрий вечор, пані Ригоре, шодри вечор, ми ж усі тебе вилічаємо, шодри вечор, між другу дворани мінаємо, шодри вечор, і з розжеством привічаємо, шодри вечор. Зараз нам гурток Немора проспіваєшся пешню, яка могла виконвацца для дачки гаспадара, бухаляднікі співалі для ўсё сім'ї, була пешня для гаспадара, причі могла быць особна для просто гаспадара і гаспадара-пчаляра, наприклад, такуваць Цивосова-Соливольського района, особна пешня для гаспадыни, і особна пешня для діцей, які дісягнули шлюбного узросту, ну ці принашчі падвєткавого узросту, для кожного з сінов і для кожного з дачок. Ну і пешня для дачки з Палєшся. Ласка. Ой, там на море, ой, на синьому, шодри вечор, там на синьому. Млода Аленка ху стіну мыла, шодри вечор, ху стіну мыла. Хоть стену мыла, постень сгубила, шудрый вечер, постень сгубила, постень сгубила, батько просила, шудрый вечер, батько просила. Ой, мой, батенька, ой, мой, родненький, шудрый вечер, ой, мой, родненький, дых поесть, поесть на синее море, шудрый вечер на синее море. Дай знайте, знайте золотой постень, шудрый вечер, золотой постень, мои конники, дай не кованы, шудрый вечер, дай не кованы. Мои возики, дай не лажаны, Что древесор, дай не лажаны. Вон и не зайдут на синее море, Что древесор на синее море. Вон и не знайдут золотой постень, Что древесор, золотой постень. Бо я дозвався молодженішок, Что древесор, молодженішок. Мои коники, дай падкованы, Что древесор, дай падкованы. Мои возики, дай полажаны, Что древесор, дай полажаны. Вон и не зайдут на синее море, Что древесор на синее море. Вон и не знайдут золотой постень, Что древесор, золотой постень. Ось, ну я тут поспробовала скартографовать. Глядные обыходы розного вида, И такого большкосного походження, И больш раннего. Потому что есть такий стереотип, Что ось у Беларуси, значит, На полдня обыходзели дворы, На полночі гуляли церешку. Але, ну, мне здаецца, Что это толькі стереотип. Вось, таму што, ну, Я тут наносила толькі центры районов, Дзе сустрыкаюцца згадкі Про кутнекі віткалядных обыходы, Там, із Батлейка, із Трьмя Королями, С Цыганами, із Казой. Вось, ну, і у мене отрымалася, А майшто, 90 районов Беларусі. А хто веде колькі ўсіх районов Беларусі? Ну, да. Ну, отрымляцца, што толькі, Прикладно, в тридцати районах не було обыходу, І то мене Татьяна Івановна Пухаронах сказала, Що просто, ну, париці піші немал ізвєсток, І калі там пішукай, Тох, чай за вьсё ме там знайдзем обыходу Христославу. Вось, таму, ну, я думала, Що, ну, мне хотілося, как бы, Принансі так ствердить, Що, ну, віто, да, Що ж такі универсалі, А калі адмі обыход, Уже питання з якими персінажами. І на кон персінажу, Що так само зустрікаецца такі падзелна, Чистых, ці красивых, І нечистых, ці некрасивых масок. Вось, ну, і Ужо, ну, на іншіх вуданніх, Там я дарваною житого спадыра кліча, Там, жо, Татьяна Івановна Пухаронах пішу, Що гэта характэрна для Гродзінщіна. Ну, мені так само здаецца, Що гэта така ўжу з'ява, Ну, хрістянськага часу. Тому што, ну, для астатніх регіонів Біларусі, Ну, а не трамліваць ўсі, Усе, якби, неверно, чистая, Там, пачінаюча ад козы, Яка я там символізує, Такой ахтаничний, плодний пачаток, Да, ісіх там астатніх, Тор, абілі шкоду, ціганув, дзеда з бабай. Ну, але про гэта так само можна падаспутаваць. І вось, я думала, Хоч ж у нас гэта стереотип, Що полноч гэта тирэшка, Подзнят гэта обуход. Ну, я так падумала, Що хочэ за ўсі, Вот з гэтэй мапы, Эта з кнішкі Зінаїда Якуліну Мажэйкі, Календарна пісіна культура Біларусі, Вот пасловах там, Энгель Садарашэвіч, Ата кнішка 85-го гэта выдання, Ставася для беларускай інтэлігэнція культовай. Ну, і, хочэ за ўсі, Зінаїда Якуліна мела на увазі напевы, Вось, на картаграфуй, На павніваму сходзі, Напев козы, На павнівчым заходзі, Го абыходы агулам, І, ну, і калядны агульній мовадзі агулам, Хаця, ну, абрадава частка гэтага не пацверджае, По абыходам, А бачу мовшу таріторію Біларусі, І, давече, сама Мажэйка, Уже в інші праця, Там, пісні беларускага паазірія, Яна піша пра абыходныя калядкі, Там, па ўнага тыпу, Здаецца другога, Меналітана паазірія, І яна їх картаграфує, На міжість Росії і Латвії, Якби, на саме-саме пауночі. Вось. Ну, і тут присутніча Один представник таріторістичного індустри, Павелі, ліксей Пащаді, Павелі, була бачі ще дзівчинка, Мабы не прийшла, Она, такі, підрактавала бліц, А гляд, якби, ну, куды паїхать, Паглядзіць живоя калядавання. Можна паїхач у Вільню, шостага студзіня, Там шість трох королів. Ну, і ось, што цікаво, Так ж, як у беларускіх вязковах Трох королях, Там можна зауважыць Аньола, І можна зауважыць цыря Ірода. М'я там, якби, їх не пытала, Што у вас за персанажі трокі фатаграфувала, На жаль, Ну, мне здаець, што іші іх, Такой, зліпілася шэсті Іроды, У трох королів, якби, у одно. І знову ж такі, пытаўне, Гэта була грацкая традиція, Яка я потім прижилася на паўночній заходній Беларусі, Ці гэта, ну, вязкова абыход, Які вось, ў гарацкую традицію прішоў, Можна так само адміркаваць. Вось, так само шостага студзіня, Трі королі, Увось цываверка ліцькага района, Я прага, Выхадкова, даведалася з редакційно, Пошта газеты культурам, Хацела, шо літа доехать, не доехала, Ліна, можна, хто неабыць на наступны год. Семага студзіня, Увось цываверка ліцькага раўна, Затым, Семага студзіня, Так само абыход ў па гості жаткавацькага района, Ну, там ліпс дамаляцца, Загаця, шо ж таке, Год робець, год не робець, Бабулі могат себе не вельми добра адчуваць, Їх там уже не так шмаць засталоў, Че паўача. Вось, у тым же па гості трінаццтава студзіня, Уже абыход маскироваными перапранутыми персонажами, Па гост, Штабыць баўцца цакая чакава конструкція казы, На ляпыя челюстю. Вось, сорокалых там ёсць, Ну, мне при нам сі баўш нидзе па Беларусі не сустракаласся, Можы быць ёсць, Ну, треба шукаць. Ну, хаця, ўся б мне каліне будзь, канешні, Там, такую, зарабець крутую мапу, Там, скартаграфаваць ўсіх персанажу, Усё гады скампанаваць, Ну, это такая справа не аднага дня. Вось, Вірпа, Прокличовскі район, Гэта традыцца дзяцячага калядаванне куры, Унесіна ў инвентарне, Материальне, Культурне, Спадчаны, Але, таксама, ну, ляпшу згадніць зіме, Будзіцца, нахадзіць, не будзіцца, Па якой вросце, Бо там, унесіна, Традыцца, вёсак Вірка, Унесята і Дзімитровка, Ну, звичайна, ходзіць па Вірками, Але, ну, раптам па Дзімитровцю пойдуць, І, таксама, дорослый, там, Гурт, Вось, с тим самым придурком, Дзіць, тут, унизі, здаецца, сидіць, Ушаць, в Ушанці, Вось, Маладаеві ходзіць з Маладым, Ну, вот, таксама, парні персінаша, Кадзіць, Баба, там, Пан Паненка, Вось, Пирасудовічі, Бирозовський район, Яны ходзіць тринадцатого студзеньу вечер, Ці четрнадцатого дзень, Таксама, ляпш дымауляцца, заходзя, Вось, а там, була, Светка, Калядаванні, па Телефоня, Квабачіці, на адным са здымкав, Ну, ію, звісткі, што там, ходзіла, Бац, сам, Барані, Каза, Але, ну, ўжі, не ходзіць, Тут, страчаный персінаш, Іх, в принципі, абыход, Сімага студзеня і тринадцатого, Ну, і ону, в принципі, адрозніваюцца Тільки піснями, і то і так, Ну, там, деталями, Вось, ну, і, таксама, Тринадцатого студзеня можна паехаць У Семежого Кабыцького района, Рекламная пауза, Запрашаю процставника Організацію Культуры Родных Правил Распавецці про вандроу, Кракай будзіць, ўжо, після, заутро, Алексей Чубак. Добрый день, Сибири. Уснікалькі слов, Калядная царі, гэта, не просто Амрата, а это брата, які Внесені у Спис, ЮНЕСКО. Реально, нематериально, це один і калядная царі. І ми будем ладити вандроуку, литерально, послезавтра, тринадцатого, це один день, ураг у годі, це калядавання, долучайтеся калядавська, але це буде не просто вандроуку, а на калядная царі, а так само ми пройде по Сенкопыльському районі, у Грозово заедем, у іншої вєрзки, на інші об'єкти, а ну коли цікаво, подвідти калядавська до мене, послезавтра мероприємства, я не буду збирать, я вас запишу, расскажу подіб'язанності, цю субботу на царі день. Дякую. Так само тринадцатого ввоз, в Сенкопыльського району, так само об'їхот унесені у інвентарній матеріально-культурній спадщині, там такий цікавий персонаж, дець перестяною маскою, ну і так само такий класичний калядный гурт, с калой, буслом, правда, медведів іхнема, буває таке, Дятловичево, ненецький район, і там вельмі шмат в рту ходять, не тільки такі основні клубні, вось деці самі прибираються, дорослі ходять по своїх пасібрах, вось зимі ходять Дєд Мороз, вось он там бачен трошечку ззаду нас дзинку, ну і знову ж такі питання, той Дєд Мороз, гад як би, ну, савецка традиція, в заходній Беларусі гаде Дєді Морозы там вже з'являються на початку двадцатого стагодзі, як би, ну, гаде традиція, гаде не традиція, гаде навацца, гаде профанацца, ну, можам і обміркаваць, такое, без конца, гадешне, пытаўне для обміркавання, он там не менш, вось, да вы гарадок, Столінський район, ну, ўжу саправдну карнавал, просто як у Венеці, персанажі самагарозного кшталту, з голливудського і кінематографа, з савецких мульцікаў, з тиснеевських мульцікаў, адкудзаводна, ўсь, джек варабе, там, і смерць, ўсе, 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 які цікавы персанаж, як весна, ну, вось, пада гаде гарадку, мы можам прасачыць, як вараўцца гэта новая персанаж, вось, гаде весна, назявілася ўжу паславаенны перет, таму шка да вы гарадчук'е, на жалі не толькі з землі, на ездзіли паўшым асасасэрган для варі нащэнням, вось, і весна гаде буў такі перет, такі им переношіл наибольшы прибытак. У них буўнавод адно слова, дзе славы, для гэта гавызнуват, ну, шка значыла ездзіць, гадевад насэнням. Вось, вы тут бачыцца, так званы, цікеткі, маліваныя бірочки для насэння, які оставляліся ў мешачкі зерня, ну, таму што ўсе, паславаенны час не было, такіх, там, принтерок каліровы, как нам раздруковаць, нештапрыгожы, и бэсі, просто малівалі от руки, но как люди разумели, что, как бы, в каким пакетикам. Вот, так, немножко перескочили, ай-яй-яй, ай-яй, раз, не можем перескочить назад, а, перескочили. Ну, и вот такое утворение новых персонажей, оно, как бы, ну, нельзя во 20-го ста годзе, например, вот у памятной книжцы Витебской губернии за 1867 год, мы маем, ну, наступное слово. Описание. Молодые хлопцы, особливо побывавшие у Петербурга, прибираются купцами и, заявившись у хату с кустками, завушницами, манистами, переймают сговор и приемы русских купцов, раскладывают свой товар самыми мудрогерестыми словами и добавляют до кожного слова литер «с». Ну, там, купил «с». Инши, засвоивши приемы коробочнику, навешивают в себе коробки, якея набиваются розными аннушами и, пропанула лучше свой товар, расхваливаете его за чайной башбой и заполниванием, что товар замерзный, сто разово сгортываете, разгортываете какую-нибудь трехкопеечную кустку и в заключение отдают за пучок щетиня со словами «только для вас». Некоторые представляют цыганол, переймающие их манеры при обмене и купле коней. Ну, тут пару слов про цыганол, они так масово почали у нас являться с тагоди приход на 16-м, але с цыганами калядует по всей ускодне Беларуси и гэта персонаж стрыкается и на палесе, и на полноче. И, знову ж таки, пытанье, чыто гэта цыганы ходили, ну, и мчеляния переняли нечто, чыто, шо ж таки, так само гэта наклалася на старожитную традицию калядных обыходов, так само пытанье, на якое нема однозначного отказу. Ну, и традиция персонажа творения протягивается. Тут у нас присутничая редакция Вольного архива, якая при конце 2016 года зладила у Минску цякавое калядавание, якое имело протяг все лето у города, уже с таким персонажем, как милиционер. Зараз мы с вами подведем видео, как это отбывалося, а потом нам редакция трошечку расскажет, как и наиного, что гэта еще робили. Девчонка у инспектора о делах нам попасть, там шестненько с полицией угадать. – Что это на самом деле? – Я так зарываю. – Не знаю. О, давайте, наконец, давайте мы с вами тихого. – У меня в об этом не очень. – Парт, а сейчас вы меня есть белые из вначале? – Нет. – Чело? – Я как бы ты сдал качку из глазини. – Может вам и мне нужно это. – Прот. субтитры обращение а в 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 Зонато, чисто, зонато, тихо, не говоришь, что уже в моё создание. Так, пока, попрощаться. Сина, поспорить. Сина, поспорить. Так, какие там показчики у нас? Синаида! 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 Синаиночка! У меня, чуть-чуть цивили мне товарищи. Ти, пока, если никого нет, пока не говоришь. Кто может пострадовать, взгляд? Кто? Восемь часа за вечер. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 не ведают про это, и они исправили нас живо, разумели, взаимодействовали с нами, им было жутковато, они смеялись, то есть измахло уход за лба и отрывало полегку, ну, под конец. Ну, закатило. Одна семья была связана с этнографией, ну и теперь есть, и они разбираются, как правильно кальдовать, как повинны приходить кальдовщики, кто там повинен быть, тому и они чекали, ну, шагости, что уже видели, и зима не вельми отрывались, они не вельми восприняли наш мини-спектакль, не вельми взаимодействовали с нами, отрывался скомерчина, и мы их на эту вынику, мы не пожадали на будущий год, шагости, ну, шагости добра, да, и не зняли з их обецанья, али не пожадали. И что выходит? Менавито с этой семьей бывся, напомню, не стычный выпадок. Пару месяцев после нашего прихода, менавито до их уплотнера, менавито пришла проверка, она вот с ператрусом, и менавито держит контроль. И это было, где-то диване, я вас не ведаю, как держит контроль, я ходю с проверками. Ну, разумею, там, КДБ, там, милиция, али держит контроль. Али держит контроль, али на шасси все справа закрыли, вернули, и это было связано с громадской деятельностью их. Ну, выпадкова в этой тени, я, конечно, не ведаю. Али это кладется на индоевропейскую модель коридования. Вот мы, если что, калядоши, каля лепш, гостиную принять, уважливо послухать, задобрить, навод каляне не хочется, али лепш, ну, не обвести его, не обзавить. Вот так. Я сказала все, что хотела. Так, это был Борис Шуха с обровольного архива. Ну, у нас уже мало часу, то мы будем по типу сборкаться. Еще мы поспели разглядеть. Ну, вот одно, что я хотела сказать, что, ну, у этнографичной литературы, там, даже 19-20-го с того дела, однозначно стверждается, на Беларуси каляды сканчивались на водохрящи 19-го студена. Вось, и вельми истотные сучасные записы, які могут нам поведать, мить, что не в шоу досканчивались каляды в 19-м студене, были мясцовости, вот, яке я скартографовала, тут уже картографовала да везки, гэта не райцентры, тут мина витокропачки, дзе расповедали, что каляды протягывались еще день-типо таран. Вось, и так само мог гэта протяг меть розные назвы. Ну, в основном, вот, на межи Березинско-Кличанского района, наиболь звезда, то есть это сгусточек, таки гэта цягнусь каляды на дуба, и гэта аппарат так само вон живы, в основном Березинскаго района. Вось, и ты так само можна наведать в эту вёску. Вось, ну, а ле, адзинкавая згадкі, и з на іншай тарітория Беларуси, ну, я думаю, што, калі мы будзем даследоват, то знайдзем больше. Вось, ну, и хвилінка реклама, 6-го лютого, прихоцца слухаць про Масленнку. Вось, а так само, пасля того, як мы з вами падыскутуем, у нас будет граць музыка Дударского клуба «Антось Бески». Дударский клуб – это организация, яка учора литерально злаця для жениць Буцерешки. Вось, у него привоженькая афишка в серединце. Ну, я сподзію, шо будуть наступные вечарины, тому прихоцца. Ну, давайте обмерковывать. Можна на сайті Нового часу поглядзять. Да, можно поглядзять на сайті Нового часу відео нашага оператора Артёма Лявы з жениць Буцерешки. Дякую за увагу. АПЛОДИСМЕНТЫ Пытання, коментары, спрички, кидання тухлыми яйками. Может быть, до Бориса Чучуки питання будуть. Ну, коли нема питань у коментарів, можем еще відео поглядзять. Будем? Так. Давайте. Все у нас єсть. Ну, ще 5 хвилин єсть. Можем дам дамедзять. Можем 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 дамедзять. я скажу, что разбираемся термить рома-ду мы на все повеличить разбираемся но это не только запишем так сам, вас починил в этом году а мы с ним разбираемся повеличить повеличить рома-ду господары, вы не помогли свету и свет вернее этого на 120 акцент хаен дать вам в жилом году а во всех справах я за вам многодумаю воля, когда один дачок реально можно доставать ну, как любые мары, намеры задач здесь нет потому хай-марковник не месяц за николи завжди шматку хуевод сядей сю-а-ду-ядей святы-бы шо-о-о сю-а-ду-ядей 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 ся-ду-ядей Я высока, святый вечер, так я высока, щока, воскоска валю. Святый вечер, воскоска валю. Арина написала так, я думаю, что скажу на голосок, кто-то там пишал, кто-то рыпел. У нас это было, я закину такую идею, как бы запозвучить это с известок про норвежский оскарей, дикое поливание, там небыто, вершники, мертвые солдаты Одина, и они заявлялись в леске и крышали дикими волосами. А потом осветляется, что у нас так само выглядит. Ну, только с коронными волосами спевали глядные песни. А это где происходило? В Минске. В Попрояне. В Попрояне. В Попрояне. В Попрояне. Если у тебя было, кто Regarding with his WIW, Ну, это были знакомые? Из большим. Знаемые кого-нибудь одного и его все это обозревают. Они 완벽ные. Они immediательные там? А, было такое, что... Сейчас от час мы нуок на лоем кого-нибудь в подъезде и... Я тоже так с этим получила то, что подобные Gateway, ид działa 죄ет доп сделанными. Например, что школьники не могут запынить машину и не пустить к кольцу, не удалось. все там на кустах или водить кусты так само мотоцикл машина один мужчина попросил ему соспевать величание песню подъезде и он был соспевали мы верим и уражены махал нам законы крышал за традициями будешь выйди выйди бог У меня есть такое питание, вы сказали, что Казах это больше полезка, а больше не больше, но при намще самые густые и большинные фиксации на полеще, они сострекаются у полночной Беларуси так само, и в исходне трошку, но наиболее густо на полеще. Именно это вот эта напевость к стату «го-го-го, коза же, го-го-го, сера», вот это вот исходне полеще, потому что Зинаида Яполь, она картографовала Машелька. Ясно, а такие все справки, приклады в полночной Беларуси и Беларуси? Какие герои, те песни, где они где-нибудь в постановке? Ну характерный ход персонажа в Беларуси это цыганы. Это вот эта фотка, где я показывала вот эта гурт с придурком у Виркови. Вот там они кажутся, ну их на филологичном узровне ходить у цыганы зовется, не калитовать, а ходить у цыганы. Ну вот у их соправды, там цыганка, ну молодая, медведь, ну каза бы она, я бы есть, а Лену мне здаётся, что этом отпечатку могло и не быть, а Лену не факт, треба подымать записи, справживать. Вот. С таких еще наибольших искравых, ну вот в заходной Беларуси та же самая Ироды, у всех я так само показывала из Лицкого района. Ну и конечно, мы не только в Лицком районе ходили, это такая, ну и походная белорусская католицкая традиция. Обыходы с Батлейкой так само, а после показ Батлейки по документах у Беларуси, он так и у непорвенной традиции висковой отбылся в 1960, там, с Петругим, сто третьем годе, уже в Цибелевиче с Луцкого района. И есть версия так само, что есть это обыходы Иродов при нам, с трехкоролем обыднели, в Иродов, что они походятся в отличных спектаклях, просто их уже разыгрывали живые актеры. Возь. Вы сказали, что здесь две тиражки. Какая учора была и какая будет у нас тут начать верх? Это любая и то есть? Где розные люди в это ладят? Ага, а дяку вам великие запытания. Ладят то розные люди, а ли все это ладится по одним и тем же сценарии Лепельски. Вот по сценарии, ну, Лепельски обратно, где взяты подыховы, как элемент нематериальной культурной спальщины. Возь. И схему в принципе таешь. Возь. Али были иншие варианты. Была женись бы Терешки на Прохладпоколе в Глуботском районе, я писала. Али на сегодняшний день вот в прессе пишут, что в Глуботском районе она так само обновляет Лепельский вариант. Возь. Ну и коли уже вы задали пытание, то я пропоную, может быть, поглядеть ролик на три хвилины женись бы Терешки студентского этнографичного товариства у закинутой лесной хаасе гости Терешки Лепельского района. Ну и там верно цякало порвнать, як бы, як оно падается, ну, як бы падавалось еще некольки годов тому, як падается теперь. Теперь ось вы бачите, вось гэта шматлики афиши, как бы приходь, хто хоча, женися. А ранее, як бы, в интернете суструкаются комментарии, что не так-то просто до вас трапить, вы там некая секта за идолами. Давайте поглядим. Двух неверно, ну. Лякость неверно, ну давайте поглядимся. Так это там жители, участвовали жители этого? А это вёска закинутая, ну, звычайно могли же, то же коры приезжали. Да, это закинутая вёска, куда приезжают, вот все программатика организация. Да. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»